Если произойдет объединение... Не готово к такому количеству снега. Вы уже 8 лет локомотив Канаковского района. Выделено более 30 миллионов. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя. Сегодня вы смотрите Канакову онлайн. Вместе с командой мы пробуем новый формат сюжетов, интервью. Сегодня мы в гостях у Олега Владимировича Лобановского, главы Канаковского района. И сегодня мы поговорим о перспективах и проблемах района и города, а также зададим вопросы, которые нам прислали подписчики для Олега Владимировича. Олег Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с того, что вы расскажете, где вы родились, где учились и как оказались на Канаковской земле. Еще раз добрый день! Родился я 25 августа 1961 года в городе Норильске. В семье рабочих. Папа Металлург, старшим плавильщиком работал на медном заводе. Мама работала в детском саду, затем поваром, после окончания училища. Кроме меня еще есть младший брат, 1968 года рождения. Сам женат, имею трое детей, и трое внуков, и одна внучка. Большая семья у вас. Да, два сына и дочь. На воле судьбы получилось так, что я, человек, рожденный в Сибири, на севере, оказался в центральной части России. После окончания службы в вооруженных силах, я прослужил 32 года календарных, а общая высота у меня 45, со всеми льготными, предложили поучаствовать в конкурсе на главу администрации. Тогда я занимал уже, уволился с вооруженных сил, и занимал должность замглавы города Норильска. Ну, приехал, поучаствовал в конкурсе, победил, вот, теперь работаю здесь. Это моя теперь родина. Вы уже 8 лет локомотив Конаковского района. Какая ситуация была в районе тогда, когда вы пришли, и что кардинально поменялось сейчас, и как удалось этого добиться? Ну, первое, какая была ситуация, была сложная, сразу скажу, потому что вводилось тогда новое понятие проектной бюджеты. Когда я приехал, посмотрел, то бюджет не балансировался на 200 миллионов рублей. Плюс было судебное решение о выплате 70 миллионов рублей за неправильно проданную землю. Конаковский район – один из самых крупных районов после Твери, в Тверской области. Основные полномочия в районе, именно администрации района – это образование. 66 объектов. 30 школ, 26 садов. Большая сеть дополнительного образования. Все находилось, скажем так, в не очень хорошем состоянии, потому что на тот момент капремонт пришла всего одна школа в Завидово, и то по указу президента. Тогда Ельцин дал указ отремонтировать школу. А все остальное надо было при таком дефиците содержать, поднимать. И у нас 16 поселений, 6 городских, 10 сельских поселений. И вопросы ЖКХ в поселениях тоже решались тяжело. Ну, не во всех. Есть поселения более обеспеченные. А здесь и была необходимость помогать еще и поселениям решения этих вопросов. Хотя это их полномочия. И результат какой? Вот на сегодняшний момент свободных остатков денежных средств у нас находится 112 миллионов. И прошлый год порядка 50 мы дополнительно заводили в бюджет. Это большая работа по балансировке, стабилизации, экономике района. И большое спасибо команде, которая работает со мной, которые вот на данный момент добились таких результатов. И вот сейчас мы стоим на пороге, знаете, такого нового этапа, можно сказать. Это строительство двух школ в Ахониной, Дмитровой горе. Это ремонт школы Враченко, капитального ремонта. Следующий заплит, город и так далее. В Канаковском районе, как вы сказали, да, есть сам район и 16 сельских и городских поселений. Как вы думаете, если произойдет объединение района и поселений, и у всего будет только один глава, как это скажется? Ну, об этом давно идет речь, да. И вы знаете, что, наверное, уже больше половины районов Тверской области объединились либо в городские округа, либо в муниципальные районы. И на уровне правительства Российской Федерации об этом задумались. Сейчас действует 131-й закон, где прописаны все полномочия, и где прописаны муниципальные районы и городские округа. Сейчас уже прошло первое чтение, готовится ко второму чтению новый закон о органах местного самоуправления в системе публичной власти, где предусматривается реорганизация устройства муниципальных районов. И там будет только два вида – муниципальный район и городской округ. Вы знаете, это, ну, наверное, правильно может быть, потому что не вся территория любого района развивается равномерно. А здесь, по-моему, сконсолидировать средства и решать любые задачи, те, которые, потому что, согласно нового закона, который готовится, главной задачей является жизнеобеспечение людей, людей, администрация должна создавать равномерно везде одинаковые условия проживания людей на территории. А какие планы у вас по развитию района на 2022 год? Ну, вот я уже сказал, проектирование, строительство школ, ремонт, ремонт продолжить дорог. В этом году будет и в Конаково. Вообще мы берем так, что те деньги, которые выделяются правительством Тверской области на софинансирование, на ремонт уличной дорожной сети, дворовых территорий и обеспечение правил безопасности дорожного движения, львиная часть попадает в Конаково. Это где-то больше 50%. При этом поселения сами должны определить там, где это необходимо ремонтировать, составить проектно-сметную документацию и передать ее нам для того, чтобы мы консолидировали средства областного бюджета, поселений и отремонтировали эти. И готовимся, наверное, уже вступать в новую систему, в которой будет район. Я уже говорил, что мы 4 поселения взяли и модернизировали систему ЖКХ. Сейчас мы приняли полномочия от Дмитрогорского поселения. Проект уже разработан и в этом году, и там будет полная модернизация котельной, сети. И будем двигаться дальше. Мы когда готовились к интервью, то решили, что жители тоже должны поучаствовать в этом. И вот есть несколько вопросов, которые всех очень волнуют. Вот мы сейчас начали про дороги говорить. Будет ли отремонтирован центральный мост в городе Конаково? Да, конечно. Это было поручение Игоря Михайловича Рудене. Перед выборами мы говорили. Мост уже передан в Дорожный фонд, но обслуживает его городская администрация. Они будут разрабатывать новый проект. Потому что, посмотрев тот проект, который был раньше разработан администрацией города Конаково, требует серьезных доработок, будет отремонтирован и перен обратно уже либо в район, либо в администрацию города. Это отличные новости. А давайте поговорим про транспорт в Верхневолжье, который скоро к нам придет. Как вы думаете, изменится ситуация транспортная? Ну, я думаю, что она изменится и кардинально. Но, наверное, первое время все равно будут какие-то притирки, шероховатости, расписания. Водители, часть водителей приняли, часть водителей будут возить еще из Твери. Но, в конце концов, должны перейти полностью, чтобы, как говорится, местные жители работали в АТП. И это будет уже под контролем губернатора. Эта сеть работает в Твери, Ржеве, Зубцове, в Кимрах. И я общался с коллегами, которые говорили, что да, при начале работы есть шероховатости, но предприятие отрабатывает. И затем уже подстраивается по те пожелания жителей, которые высказывают, по расписанию. Еще одно нововведение – будет электронная версия и расписание. И можно будет скачать на свой мобильный телефон программу, приложение. И видеть будет, где автобус находится, когда он подойдет. Это будет очень удобно для жителей. Да, здорово. Так, еще про дороги вопрос. Почему в этом году так плохо, несвоевременно чистят снег, и даже его никуда не вывозят, а кучами складывают вдоль дорог? Ну, я же сказал, что это поселенческие функции, очистка дорог. И явно видно, что система ЖКХ поселений не готова к такому количеству снега. Не хватает техники, специалистов, нету полигона, куда вывозить снег, потому что в снегу попадается и мусор. Это не должно быть бесхозным. Над этим вопросом надо серьезно работать. Многие жители Конаковского района передвигаются на велосипедах даже зимой. Как вы думаете, возможно ли такое, что когда-то в Конаковском районе, ну или хотя бы в городе Конаково, появится сеть велодорожек? Ну, вы знаете, я бы в первую очередь, наверное, если бы делал велодорожки, да, такая задача была, в первую очередь, наверное, бы сделал тротуары для людей. Тем более, что вот мы сейчас с вами говорили про дороги, и видно, как большое количество снега, и людям просто негде передвигаться. В первую очередь, безопасность. А велодорожки строятся уже. Это проект некоммерческий, участвует спонсор, дорога проходит, велодорожка проходит Москва-Санкт-Петербург, переправа Дубны до выезда на М-11, она проходит по Конаковскому району, по Конаково. Мы участвуем, и любителям велоспорта, я думаю, что будет где размять свои мышцы, покататься и получить удовольствие. А еще один болезненный вопрос, который многих интересует, Конаковская ЦРБ. Будет ли там когда-то сделан капитальный ремонт, будет ли она оснащена современным оборудованием, а штат укомплектован узкими специалистами? Ну, полномочия по обеспечению медицинским являются областным, но я, как высшее должностное лицо, не отстраняюсь от этих вопросов. Хочу сказать, что первый лед уже тронулся, выделено более 30 миллионов, сейчас проходит ремонт входной группы и регистратуры, происходит в поликлинике весь прием, где больше всего концентрируется людей, которые обращаются, соответственно, больных, конечно, людей. И после окончания зимы и наступления тепла будет еще отремонтироваться крыша. Это первый этап. Я хочу сказать, что, наверное, к ремонту и вообще организации медицинского обслуживания нужно, наверное, маленько по-другому подойти. Почему? Потому что построенные здания уже были давно, медицина у нас шагает вперед, и мы должны не отставать. И сейчас на спонсорские средства разрабатывается проект по модернизации, где пройдет обследование сначала, это посмотрят, сколько жителей живут, какие болезни, какие врачи необходимы, какие кабинеты, сколько количество приемов. Все, эту концепцию разработают, а затем мы будем ее защищать в правительстве Титерской области, просить помощи выходить на федеральный уровень для того, чтобы провести полную модернизацию центрального городка нашей ЦРБ. То есть речь уже идет не о капитальном ремонте? А вообще по новой организации. И как раз там будут решаться вопросы. И сами понимаете, что всем будет более приятно и врачам, и среднему медицинскому персоналу работать в отремонтированной, современной. Наверное, это поможет решить и вопросы медицинского обеспечения. То есть есть вероятность даже, что появится электронная очередь в поликлинике. Это было бы здорово. Да. Отлично. Олег Владимирович, продолжим медицинскую тему. Когда наладится работа аптеки льготных лекарств? Людям сложно очень получить жизненно важные бесплатные лекарства. Вообще, вы правильные вопросы задаете, потому что медицина, это, наверное, один из краеугольных камней обеспечения жизнедеятельности. Дороже жизни и здоровья человека, наверное, ничего нет. Мы ради этого, муниципалитеты и работают, да, там, дороги делают, строят. Сады, школы для того, чтобы человеку было комфортно. Если стало плохо, то куда обратиться? Сложилась такая ситуация, что два сотрудника государственного бюджетного учреждения «Фармацея», которые обеспечивали как раз льготным лекарством выдачу его на территории ЦРБ Конаковского района, в 2021 году просто уволились. И не было сотрудников. А поставлять льготные лекарства может только это предприятие. По нашей инициативе прошла встреча с министром здравоохранения Козловым Сергеем Евгеньевичем, где мы предложили, чтобы они приняли нашу помощь для обеспечения льготным лекарством. И два сотрудника абсолютно безвозмездно, то есть бесплатно, работали в аптеке «Фармацея» на территории Конаковского района, где собирали рецепты, затем их отвозили, там комплектовали, потом привозили лекарства и людям выдавали. Все это проводилось под запись, чтобы нет, и были моменты, когда лекарств не было, и эта процедура повторялась. Поэтому выдача лекарств осуществлялась где-то 6-7 дней. На данный момент сотрудник принят, оборудование установлено, и мы надеемся, что «Фармацея» грамотно наладит работу и лекарствами жителей Конаковского района, льготными лекарствами, будут обеспечены. Возможно ли такое, что в районе когда-то построят приют для бездомных животных, или финансово будут поддерживать волонтеров, кто этим занимается? Вы знаете, это федеральный закон, он вышел недавно, в котором предусматривается, что производится отлов бездомных животных, их лечение, вакцинация, чипирование, и затем их должны отпустить в места, там, где они были, то есть привычного обитания. Но при этом вылеченная здоровая собака, но голодная, она же все равно будет вести тот же образ, как говорится, жизни, да, и не факт, что она не будет кидаться на людей. Игорь Михайлович, изучив закон, предложил в этой части юристам и специалистам проработать и выйти с законодательной инициативой для того, чтобы внести и сделать так, чтобы не было опасности и угрозы населению. А по поводу строительства приютов, эта функция, она государственная, правительство Тверской области приняло решение 4 приюта на область построить, больших, государственных, с финансированием государственным. Ближайший к нам будет в Калининском районе. Соответственно, у нас исполняют обязанности по этому закону станции по борьбе с болезнями животных, соответственно, они будут отлавливать все и отвозить туда, в Калининский район. Но волонтеров финансово пока тоже не планируется. Ну, не предусмотрено законом, у нас очень много проблем. Если мы какие-то средства куда-то направляем, то понятно, я уже, вот мы с вами начали разговор о том, что у нас большая сеть дополнительного и общего образования, то эти деньги, соответственно, мы оттуда. Потому что бюджет определен, и все-таки мы основные свои средства пытаемся направлять на поддержание в техническом хорошем состоянии школ. Ну, даже сейчас, наверное, нельзя сказать, что в современном том, только одна школа, в которую мы отремонтировали, вторая школа, чуть-чуть приближается к тому уровню. Хотелось бы, чтобы наше образование было современным. Спасибо. Когда решится вопрос с земельными участками для многодетных семей, и люди, которые уже получили участки, смогут воспользоваться ими, начать там жить, строиться? Ну, если им выданы участки, они могут пользоваться. Единственное, что на учет у нас более тысячи человек в Конаковском поставлено, не обеспечено где-то 437 участками. Но дело не в том, что не хватает земли. Хотя, как бы, ну, наверное, на территории Конаковского района земля это очень востребованная. И поэтому стараемся, чтобы, ну, как можно больше обеспечить. Сама проблема в обеспечении инженерной инфраструктуры. Сейчас этот вопрос лежит, решение этого вопроса лежит на поселениях, но поселение со своей бюджетной обеспеченностью не справится, и район не справится. Это очень большие деньги. Это газификация, электрификация дороги. Мы направили предложение по введению программы на уровне правительства Тверской области Игоря Михайловича Руденя. Ждем, что этот вопрос будет решаться, и мы будем участвовать в софинансировании этих программ и обеспечении участками. Вот, сейчас у нас большой массив в Новошино. Есть, где хотелось бы, конечно, чтобы особая, я считаю, категория людей, которые решились стать многодетенными семьями, вы знаете, у нас очень большая естественная убыль идет населения, и оказать как можно больше им содействия. С этого года прошла реорганизация водоканала, и жители микрорайона Зеленый Бор прислали информационные письма, что компания теперь отвечает только за питьевую воду, а кто отвечает за канализацию, непонятно. Проясните ситуацию. Да, по решению губернатора Игоря Михайловича Руденя в целях оказания помощи по исполнению бюджета и поддержания все в техническом состоянии водоотведение передано на уровень ГБУ Тверьводоканал. И теперь за воду отвечает местный водоканал, НБУшка, а за водоотведение отвечает и передано, и проходит. Прошла модернизация, первая часть модернизации водоотведения отвечает Тверьводоканал. Какие программы поддержки молодых семей реализуются в районе, и какие еще можно привлечь? Реализуется одна программа. Федеральное софинансирование покупки жилья для молодых семей. Порядка более миллиона выделяется ежегодно. Обычно там 6 семей. В этом году 8. Две семьи еще дополнительно получат средства. В зависимости, сколько денег, средств будет выделено от состава семьи, сколько детей. А как вступить в программу? Можно обратиться к нам, прийти в отдел молодежной политики, объяснять правильно, какие подать документы, оформить. И потом буквально на днях будет губернатор одной из наших семей вручать такой сертификат. А остальные участники получат здесь в администрации Конаковского района. Когда будет произведена реконструкция газораспределительной станции и начнут подключать газ к вновь построенным домам? И как это будет реализовано? Потому что на данный момент говорят, что до 2024 года даже на платной основе не будут давать их условия. Знаете, серьезный вопрос, очень дорогостоящий. К нам подходят два газопровода высокого давления. Один со стороны Москвы, другой со стороны Санкт-Петербурга. Заходят они на ГРЭС, понятно, да? Вот московская труба, все лимиты фактически выбраны. Сейчас идет вопрос о небольшой реорганизации, модернизации Конакова-ЗИК, чтобы увеличить количество подачи газа. Но это не сильно, кардинально не решит вопрос. А к 2024 году решается вопрос закольцовки этих газопроводов. И мы надеемся, что все-таки газ будет в каждой семье. Вы знаете, да? Сейчас и народная программа до газификации, так сказать, существует. Ну и, конечно, отсутствие газа свободного лимитов, это сдерживает экономику района. Поняла, спасибо. Как вы относитесь к критике? Ну, к критике я отношусь положительно. Но к конструктивной критике. Почему? Потому что всегда в диалоге можно обсудить, решить какие-то вопросы. Кто-то видит с одного ракурса, кто-то по другому. А в комплексе это помогает принять правильное решение. И мы всегда открыты к диалогу. А к неконструктивной, скажем так, ненормативной критике я, знаете, не обращаю внимания. Сначала как-то так оно трогало, да? А сейчас я просто не смотрю и не обращаю внимания. Почему? Потому что это не помогает и не в работе. А оскорбление. Ну, с этими людьми нельзя ничего решить. И вот. Просто мне их жаль. Олег Владимирович, скажите, каким вам видится Конаково как районный центр через 15 лет? Уютным, благоустроенным. Там, где людям нравится и хочется жить. Я хочу сказать, Конаково по своему графическому и природному местоположению это уникальный город. Уникальное местонахождение. Наш Конаковский борт. Туда заходишь, совсем себя по-другому чувствуешь. Наверное, те, кто будет работать уже после нас, администрация, когда пройдет объединение, сможет консолидировать и решить все вопросы с развитой экономикой и, соответственно, с благоустройством. И последний вопрос нашего интервью. Какая у вас мечта? Мечта? Вы знаете, наверное, реализовать вот о том, о чем мы сегодня говорили. О современных школах. Я очень горжусь командой, которая со мной работает. Потому что люди... Сейчас очень стремительно все меняется. И если 8 лет назад мы латали дыры, чтобы только поддержать, то сейчас мы вот вступаем в новый этап, а людям постоянно приходится меняться, учиться, выполнять новые задачи. А их не больше становится людей, а задач больше. И мне хочется, чтобы эти люди и гордились своим трудом. Соответственно, чтобы мы смогли все реализовать. И вот наш город действительно нисходил с уст у всех и стал центром туристическим в Тверской области и в России. У нас есть на это все возможности. Спасибо вам большое за вашу открытость и за эту беседу. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам за ваши вопросы. И если некоторые из тех вопросов, которые вы присылали сегодня, не прозвучали, не переживайте. Впереди нас ждут новые интервью как с Олегом Владимировичем, так и с его заместителями. Пишите в комментариях, понравился ли вам сюжет. С вами была Настя. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова